Давайте мы с вами постараемся вникнуть в богословские вопросы, может быть, такого частного плана. По крайней мере, приоткроем дверь к этим богословским темам. Богословие творения, богословская тема и лидерство. Постараемся мыслить, создавая общее пространство между лидерством и богословскими аспектами. Библия учит. Люди сотворены по образу Бога. В книге Бытия об этом читаю. Когда Бог сотворил человека, Он дал ему определенную роль, полномочия, задания, роль управления и развития. Иными словами, Бог пригласил человека к партнерству. Вот мы знаем, что Бог творил, и Библия описывает определенный процесс, периоды, когда Бог творил. И потом, ну, казалось бы, все завершил. Говорит, все, хорошо, день отдыха. Но, в самом-то деле, Бог же не остановил процесс совершенствования, дальнейшего развития. Нужно было осваивать землю, и нужно было управлять творением. Бог не оставил бы так все на произвол. А человек, венец творения, Богом был предназначен как партнер, соучастник, соработник в управлении этой землей. И вот Бог дал человеку права, свободы, дал возможность ему быть своим партнером, соработником. Если мы посмотрим с вами на такой аспект, что человек верующий возвращается к Богу через прощение полученное, через духовное перерождение, он духовно вернулся к Богу, то не открывает ли Бог перед ним перспективы той деятельности, которую Бог хочет осуществить, чтобы человек мог увидеть, а что вокруг него, в его окружении человеческом, в его обществе, что нужно делать вместе с Богом. Иными словами, Бог современному верующему человеку открывает себя и открывает свой труд, который он совершает сейчас и хочет, чтобы человек был соработником у Бога делать то, что делает Бог. А вот такая мысль богословская, которая, мне кажется, вдохновляет верующего человека на то, чтобы быть полезным Богу и вместе с Богом, с его крепостью совершать какое-то дело. Второй вопрос. Богословие Святой Троицы и лидерство. Согласно символам блаженного Афанасия, середины V века, есть такая формулировка. Веруем в три единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог. Не три Бога, но один Бог. Многие верующие люди, христиане, исповедуют Троицу. Таким людям можно было бы задавать вопрос. Ну и что? Я, христианин, лидер, верую в три единого Бога. Бог есть три один. Ну и что? Человек мог бы объяснить. Бог существует в трех лицах, ипостасях, Отца и Сына и Святого Духа, объединенных общей сущностью. Ну и что? Конечно, мы понимаем, что учение от Троицы, оно превосходит человеческий разум. И у нас очень много различных ересей, недоразумений по этому вопросу. Но тем не менее, учение христианское, богословское от Троицы, оно сопоставимо с нашим разумом. И мы пытаемся объяснить, в красках ли, в какой-то логике, суть богословского представления о Троице. Например, мы говорим о том, что единый Бог и Троица одно и то же. Объясняем логически триединость. Мы объясняем Троицу с точки зрения еносущности. Три лица Троицы имеют одинаковую друг с другом сущность. Но единосущность сводится к тому, что каждое лицо является Богом. Нераздельность. Ипостаси всегда выступают вместе. И совершенно исключено, чтобы какое-то лицо действовало отдельно от другого. Это еще одна логическая попытка объяснить Троицу. Мы можем говорить о соприсущности. То есть Отец, Сын и Дух Святой существуют совместно, всегда. То есть обладает неким свойством соприсущности. При этом, пытаясь объяснить концепцию Троицы, мы говорим о специфичности. Несмотря на единосущность, три лица несводимы друг с другом. Каждый обладает своей спецификой. Например, в православной молитве «С подоби Господи». Эта молитва читается на вечерней православной службе. Вот говорится. «Господи, научи меня, владыка, вразуми меня, святой просвети меня». Обращение к одному Богу, обращение к трем лицам. Но обращение к одному Богу. И в то же самое время обращение к каждому лицу с просьбой о специфической помощи. Мы можем логически объяснить Троицу с перспективой взаимодействия. Три лица находятся в предвечном взаимодействии. Хотя жизнь Бога в себе, в котором нам только известно, что Сын рождается, Дух Святой исходит. Мы пытаемся объяснить сущность Бога на основании Священного Писания, на основании определенных наших представлений, разумения, то, что нам открыто. И вот вопрос заключается, ну и что? Что в учении Святой Троицы для нашего разумения о лидерстве? Ну на самом-то деле, ведь в принципе мы в Отце видим способность творить и предвидеть. В Сыне служение искупления, в Духе преумножение потенциала, преобразование, усиление, утешение. А лидерство – это вот все то, что я перечислил. В Троице мы усматриваем планирование, реализация, плановая оценка, результат. Возьмите вопрос сотворения. Мы только сейчас затронули этот аспект. Господь Бог говорит, сотворим. Интенция. Ну что, спланировали, потом реализовали, потом подводят итоги, говорит, хорошо. В Боге мы видим творчество, взаимодействие идей, действий и энергии Святой Троицы. В триединстве Бога мы видим основу для общности. Простите, основу для командного лидерства. Потому что здесь есть общность и свобода, единство и многообразие, сплоченность, единодушие, взаимозамисимость. В триединстве Бога, казалось бы, исполнение индивидуальное. А ответственность соборная, единосущная. Если мы поставим вопрос богословски и теоцентрично, о Боге. О Боге. Давайте мы вспомним заповеди Божьи. Одна из них, первая, говорит, я Господь Бог, не делай себе кумира. Я Господь Бог, и да не будет у тебя никаких других богов. Кто этот Бог? Это Творец и Владыка всего. И псалмопеец пишет. Познавайте, что Господь есть Бог, и Он сотворил нас. Порок Иеремия в 10 главе пишет. Господь есть истина, Он есть Бог живой, Царь вечный. В Библии мы читаем, что Бог судья праведный. И как пишет порок Исаия, восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. О Боге мы знаем, что Он спаситель. Псалмопеец пишет, Бог для нас, Бог во спасение. Мы узнаем о Боге, что Он является пастырем. Мы Его народ и овцы паства Его. Получается, понимаешь и разумеешь Бога, разумеешь лидерство. Давайте мы с вами посмотрим на несколько текстов из Евангелия от Иоанна. Лидерство богочеловека, Иисуса Христа. На самом-то деле Иоанн не пишет о лидерстве. Он пишет о сущности Иисуса Христа. О том, что Он вочеловечился, ради чего Он вочеловечился. И раскрывает, и показывает нам жизнь Его. И то, что Он сделал для того, чтобы мы уверовали и через Него имели жизнь вечную. Вот несколько стихов. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Знаете, что Евангелие от Иоанна – любимая книга у славян. Мы всегда хотим знать то, что невозможно знать. Мистически двинуться в пределы, в предвечное. Но мы, славяне, хотим это знать так конкретно, чтобы можно было ощутить это, пережить, иметь опыт. И вот это Слово предвечное, 14 стих этого же Евангелия, «стало плотью и обитало с нами полная благодать и истина, и мы видели славу Его, славу кафедрородного от Отца». 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «И вот ради чего Он пришел, стал плотью, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А что это такая жизнь вечная? Давайте мы прочитаем с вами и услышим молитву, которую совершает Иисус Христос уже в конце Своего земного служения. 17 глава, здесь содержится так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа. 17 глава, с 3 стиха. «Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Ну вот вам богословский контур. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога, и ничто не начало быть, что начало быть. В начале. Это Слово, которое имело славу у Бога, стало плотью. Пришло в этот мир, чтобы мы получили жизнь вечно. А в чем суть этой жизни вечность? В том, чтобы мы знали Отца и пославшую Его Иисуса Христа. И вот ключевые слова, которые я хотел, чтобы мы обратили внимание, это то, как Иисус Христос общается с Своим Отцом. Потому что, когда мы говорим, что Отец послал Сына, то здесь мы видим в триедином Господе Боге закон лидерства и следования за. Но в такой гармонии, где нет никакого статуса, кто главный, кто второстепенный, кто более величественен, кто менее величественен. Потому что Иисус Христос говорит, дай прославь меня теперь той славой, которую я имел. Очень важные слова. Я прославил тебя на земле и дело твое совершил. Вот давайте мы с вами постараемся проникнуться этой мыслью. Мы, верующие люди, имеющие отношение к живому Богу, к Его сущности, к Его славе, носители вечных ценностей, через веру во Христа, обретшие вечную жизнь. А в чем она заключается? Знать Бога, знать Иисуса Христа и совершить дело, которое Бог поручил. Вся наша жизнь – это между нами и Богом. Это не между нами и другими людьми. Иисус Христос, как пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобно человеком, по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца». «Лично меня вдохновляет, научает, обличает мысль о Христе, о том, кто имел предвечную славу, кто пришел в этот мир, который пострадал за меня, за мои грехи, чтобы, веруя в Него, я имел жизнь вечную, которая заключается в том, чтобы знать Отца, знать Сына и исполнить волю Божью для моей жизни». От такого богословия я не устаю. Оно вдохновляет меня. Оно приоткрывает мне возможности, перспективы и, в общем-то, стимулирует меня разбираться дальше. Давайте мы посмотрим с вами на такую фигуру Иоанн Креститель, притеча Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн Креститель». Он говорил, это его убеждение, что не может человек принять на себя, если не будет дано ему с неба. Вот представляете, такая установка. Большинство руководителей современных, не имеющих христианское, богословское мировоззрение, могут воспринимать свою жизнь, как, ну вот, собственный руками создал. Ну, случай, повезло, кто-то помог. А человек глубоко верующий, говорит, не может человек принять на себя ничего и иметь какой-либо успех, если не будет дано ему с неба. Потому что все от Господа Бога зависит. Когда Иоанн Креститель стал человеком популярным, известным, о нем думали, наверное, это Мессия. Ну, наверное, это человек, который принесет спасение народу израильскому. Ну, наверное, это сам Господь Бог. Он был достаточно смиренным, скромным и знающим свое место. Знающим, ради чего он пришел. Он говорит, подождите, я не Христос. Я послан перед Ним. И когда мы видим явление Иисуса Христа народу по Евангелии от Иоанна, и вот уже пришел Христос, Иоанн Креститель, крестит Его, то Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Очень интересное, богословское, биографическое исследование о жизни Иоанна Крестителя, дабы увидеть некие уроки лидерства. Мы можем фрагментарно смотреть на различные богословские темы. И вы знаете, каждая из них может давать нам какой-то новый стимул для осмысления. Например, когда мы смотрим с вами на библейскую историю творения этого мира на дело самого Бога, то это дело, оно было созидательно, результативно и принесло удовлетворение и радость. Был созидательный труд, а затем наступил отдых. Вот, мне кажется, когда мы глубоко размышляем над этим, мы должны увидеть, что любой созидательный труд, даже, казалось бы, очень такой вот трудный, а что может быть труднее, как создать Вселенную? Ну, в конечном итоге он должен привести и к периоду передышки, отдыха. Радости, удовлетворения. Лидер должен видеть перспективу завершения проекта, может быть, завершения труда, или завершения определенного периода труда, когда нужно сделать себе отдых, передышку и испытывать определенную радость. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Основные выводы Благодаря искуплению лидерство может выполнять первоначальную, священную, святую задачу быть соработником у Бога. Когда Господь Бог сотворил первого человека, Он его создал для того, чтобы иметь с Ним общение. Он его создал для того, чтобы вместе с Ним продолжать созидательный труд. Благодаря искуплению мы возвращаемся с вами в общение с Богом. Самое величайшее достижение человека и счастье, что он может жить с Богом. Самое интересное в этом заключается, что вместе с Богом можно что-то осуществлять. По его замыслу, по его дизайну, с его ресурсами, с его ценностями, с его поддержкой. Под его непосредственным руководством. Представляете, жить и трудиться с руководителем, который святой, всемогущий, вездесущий, почетно, ответственно, прекрасно. Да, мы понимаем, что грехопадение, как величайшая трагедия человечества, приводит к тому, что иногда люди, не желая того, совершают что-то деструктивное, несозидательное. Люди соприкасаются с трудностями, они сами являются причиной этих трудностей. Недоверие, обман, равнодушие, использование людей как ресурсов. Мы понимаем, что, когда мы видим, что-то не срабатывает. Последствия грехопадения и проявления вот этого первичного греха, который на сегодняшний день меняет достойный образ лидерства и руководства в то, от чего нам хочется, в общем-то, держаться подальше. Не все мерки, методы, мотивы современного светского лидерства в бизнесе, в политике подчинены Богу. Сто процентов. Не все. А следовательно, христианину не стоит подражать всем и во всем. И нужно разделять между тем, что несет на себя печать божественного и что не несет на себя печать божественного. Бог дает нам возможность на сегодняшний день размышлять о Боге Он нам открывается, Он с нами общается и Бог дает нам возможность сегодня приобщившись к Нему преображаться и научившись от Него созидать с Ним Царствие Божие. Конечно же, теология лидерства предполагает целостный подход и мы только с вами какие-то контуры взяли. Такие понятия как вера, особенности вера в то, что Бог сказал, доверие Богу, послушание, видение, смирение, страдание, любовь, вечность. Все эти категории необходимы осмыслить для того, чтобы мы могли не фрагментарно, а целостно иметь богословские представления и руководствоваться ими в своей практической жизни. Время 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 Время